Новый цех по производству полуфабрикатов для городских школ и детских садов оснащен оборудованием, которое позволяет выпускать до 1000 единиц полуфабрикатов в час. А это в свою очередь поможет обеспечить продукции все образовательные учреждения города. Процесс приготовления мясных полуфабрикатов прост и в то же время безопасен. Сырье поступает в морозильную камеру, используется мясо со всеми документами, соответствующие животноводческой продукции, прошедшие ветеринарный контроль. Далее оно поступает на участок мойки и разделки, оттуда на участок изготовления фарша и в соответствии с технологией изготовления рекомендованных рецептурных сборников для школьного питания. Далее фарш замешивается в планетарном миксере, оттуда попадает на автоматическую линию по производству котлет, шницель, лебедочков и тефтелей. Необходимость производства полуфабрикатов для городских школ в Нефтекамске возникла уже давно. По требованиям Роспотребнадзора сотрудники школьных столовых не должны заниматься производством рыбных, мясных и овощных изделий. В их обязанностях только доготовка полуфабрикатов. Организаторы школьного питания, учитывая эти правила, начали заниматься подготовкой цеха год назад. И 1 апреля первые партии полуфабрикатов были доставлены в столовые школ и садиков. Именно вот этот заготовочный цех дает нам возможность входного контроля качества продукции. То есть не в разных школах в одно место любое время может Роспотребнадзор, другие контролирующие органы приехать, проверить, посмотреть и естественно взять какие-то анализы и проверять. Это радует. Не было отравления, не было доставления в больницу. Это тоже немаловажный фактор. То есть и в этом направлении мы уменьшаем риск, имея заготовочный цех. В одной из школьных столовых компания, которая занимается организацией детского питания, установила и новое оборудование. Место старых духовых шкафов заняли современные пароконвектоматы. Оснащенные таймером и электронным табло приборы позволяют облегчить работу повара. Теперь кухонному работнику остается только задать температуру и время, а по приготовлению подать его ребятам. Раньше мы готовили на таких духовках. Это занимало много времени. Как бы сами все сделали вручную, как бы и котлеты шлепали. Как бы заходы очень большие. Каждый заход 200 человек. Как бы надо было успеть. А вот недавно привезли в нашу столовую новое оборудование. Называется пароконвектомат. Это более удобная, современная техника. Организация цеха по производству полуфабрикатов и внедрению нового оборудования – это первый шаг модернизации в сфере детского питания. Уже с начала нового учебного года в Башкирской гимназии будет введен шведский стол и плата за обед будет вычитаться с карт. Такая система позволит уйти от привычной практики сбора денег за питание. Кроме того, уже сегодня ведется работа по организации цеха по хранению и переработке овощей. Татьяна Галиева, Антон Терентьев, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».